Меня зовут Илья Алексеевич, я специалист центра для чем-то подобных чудо-дети. Провожу вот такие групповые занятия, индивидуальные занятия, еще индивидуальные занятия в соляной комнате тоже с Фимбо. Вообще идея с барабанами пришла очень давно, где-то 5 назад пришла идея с барабанами, но с барабанами, когда занимались, дети выходили перевозбужденными после этого занятия. И мы все искали такой вариант, как сделать так, чтобы после занятия с детьми у них был во время занятия какой-то успокаивающий момент, какой-то успокаивающая фаза занятия. И вот этой успокаивающей фазой занятия мы как раз остановились на Фимбо, нам очень понравилось во-первых, как оно звучит, и сам эффект, насколько оно успокаивает. Поэтому мы еще, ко всему прочему, кроме этих групповых, уже позже как раз эти занятия в соляной комнате сделали с Фимбо. Здесь сначала мы играем как раз на барабанах, это нужно для того, чтобы сенсорно насытить ребенка, потому что у нас очень многие дети недосенсорены, у них вот как раз недостаток в этой сфере. Во-вторых, это нужно, потому что это работа двумя руками по-разному, и это нейрокоррекция, то есть мы разные полушария друг с другом связываем. Вторая часть занятия, это уже конкретно межполушарная работа, это вот когда мы вот эти все вещи делали там и так далее. Это уже как раз межполушарная работа. И третья часть занятия, это как раз игра на Фимбо. Она тоже, кстати говоря, двумя руками по-разному занимаемся, соответственно, тоже помогает как межполушарная работа. И еще, ко всем прочему, она успокаивает. Мы сначала кладем детей на живот, кладем им на поясницу, вот сюда примерно, на это вот место, кладем им Фимбо, и на них играют родители. Это, наверное, самый успокаивающий момент, но в этот момент, если бы мы все занятия так проводили, они бы дети очень грустили, потому что им самим хочется поиграть. И поэтому мы последние пять минут даем им самим поиграть, и они, собственно, выходят отсюда и непревозбужденными, и добрыми, веселыми детьми. Когда я агрессию свою какую-то выплескиваю, допустим, и на барабанах, когда стучат всей дурью, и на Фимбо, когда стучат очень сильно, тоже выплескивают какую-то агрессию, и свои какие-то положительные эмоции. Плюс им, когда нравится какое-то звучание, я много раз видел, когда дети берут, допустим, там какие-нибудь две нотки, и не только их тычут туда-сюда, тык-тык-тык-тык, им очень весело и нравится. Это музыкальная терапия, это скорее для души, нежели для работы мозга. Но и, ко всему прочему, конечно, и для того, чтобы межполушарные связи улучшать. Это безусловно. Еще, когда мы кладем детям Фимбо на поясницу, это еще и как как раз сенсорное насыщение идет, потому что там получается вибрация, и с помощью костной проводимости идет слышание, потому что, если вы когда-нибудь слышали, Бетховен играл на фортепиано с палочкой в зубах, потому что он оглох. Именно при помощи костной проводимости он слышал, это улучшает как раз фономатический слух. Фономатический слух – это способность различать звуки. То есть для того, чтобы говорить, нужно научиться сначала различать звуки. И именно это и есть фономатический слух, именно способность различать звуки. Поэтому костная проводимость очень-очень хорошо в этом помогает. Я бы не советовал, наверное, на Фимбо пытаться что-то конкретно прям разучить, что-то специально прям правильно играть. Дозу эйфории от того, что он сам музыкант, он делает что хочет, он творит, ему кайфово, ему классно. Советовал бы как раз вот если ребенок перевозбужденный играть с ним на Фимбо, потому что это очень успокаивает. Субтитры создавал DimaTorzok